Вы знаете, чем отличается козье молоко от коровьего? Какую роль играет козье молоко для женщин? Чем поможет молоко козы мужчинам? Можно ли применять козье молоко детям и пожилым людям? Смотрите видео до конца и все узнаете! Прежде чем мы начнем, мы очень хотим всех вас поблагодарить за теплые слова и поддержку канала. А для тех, кто впервые нас смотрит, хочу сказать друзья, нажмите на красную кнопочку подписаться и будьте здоровы, мы вас любим! Часто можно услышать, что козье молоко полезнее коровьего. Но в то же время многие считают, что у молока, надоенного от козы, есть привкус и запах. Вы знаете, чем отличается козье молоко от коровьего? Козье молоко относится к диетическим продуктам. Оно хорошо усваивается и приносит много положительных свойств для организма. Козье молоко, в отличие от коровьего, содержит гораздо меньше молочного сахара. Поэтому его можно давать людям и детям с лактозной недостаточностью. А при сахарном диабете не боятся, что повысится уровень глюкозы крови. Это молоко содержит гораздо меньше, чем коровье казеина, поэтому развитие аллергических реакций сведено к минимуму. Жирность козьего молока колеблется от 3 до 6 процентов. Но при любых показателях продукт хорошо усваивается и не несет выраженной пищевой нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Также молоко козы обладает высокими антибактериальными свойствами. Оно может храниться трое суток при комнатной температуре. Во время кипячения не теряет свои полезные свойства. В остальном козье и коровье молоко имеют схожие составы и обладают схожими полезными свойствами. Какую роль играет козье молоко для женщин? Это низкокалорийный напиток, который не повредит женской фигуре. Богатый по составу полезными ингредиентами, он поможет преодолеть плохое самочувствие в критические дни. Послужит подспорьем для восстановления и поддержания упругости кожи и крепости костей скелета, что особенно важно в период беременности и при климаксе. Также в период выкармливания грудью малыша добавят организму матери и ребенка фосфора и кальция, легко усваиваемых белков. Чем поможет молоко козы мужчинам? Мужчинам свойственно подвергать себя различным пищевым стрессом и воздействию токсических продуктов, таких как алкоголь и никотин. В результате этого развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Козье молоко позволит быстрее справиться с этими проявлениями, устранит раздражение слизистой желудка, выведет токсины, очистит кровь и сосуды от избытка холестерина. А еще козье молоко благоприятно воздействует на потенцию и качество сперматозоидов. Можно ли применять козье молоко детям и пожилым людям? Малышам можно давать козье молоко, готовить на нем каши, делать творожок в возрасте старше 12 месяцев. Для новорожденных сейчас есть смеси, приготовленные из козьего молока. К таким продуктам стоит присмотреться, если есть аллергия, так как они гипоаллергенные. Также при ферментативной недостаточности в раннем возрасте. Пожилым людям данный молочный продукт очень даже подходит. Использование 200 мл в день улучшит многие функции организма. А именно, уменьшится остеопороз, кости станут более плотными и упругими, высокое содержание кальция и фосфора. Повысится жизненный тонус, улучшится память, станет ровным настроение. И все это благодаря содержанию витаминов, которые легко усваиваются в присутствии молочных белков. Благодаря микроэлементам поддержится работа сердца и сосудов, кровь очистится от токсинов. Сохранится зрение благодаря благоприятному воздействию каротина, провитамина А. Кроме употребления в пищу, козье молоко можно использовать в косметических целях. После умывания козьим молоком улучшится цвет и текстура кожи лица. Уменьшится количество пигментных пятен, значительно сократится угревая сыпь. Благодаря антибактериальным свойствам регрессирует фолликулит, пройдут прыщи. Есть ли противопоказания? Не стоит употреблять козье молоко при явлениях острого холецистита и панкреатита, когда имеется склонность к ослаблению стула при индивидуальной непереносимости и ожирении. Но в основном это прекрасное полезное средство, обладающее питательными свойствами и позволяющее поддерживать хорошее самочувствие и внешнюю привлекательность.